Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие преподаватели! Меня зовут Владислав, и как вы понимаете, сегодня буду именно я ведущим нашей встречи, которая посвящена использованию X-MindCard в образовании. Ну и прежде всего, хотелось бы сказать, что я очень рад сегодня всем присутствующим, мы с вами достаточно давно опять же здесь не виделись, поэтому будем сегодня разбирать новую тему, которую я надеюсь в будущем учебном году, да, уже, конечно, сейчас отпуск, я надеюсь, по крайней мере, у большинства из вас не хочется, конечно, об этом менте думать, но тем не менее, я надеюсь, что это будет очень продуктивно в будущей работе. И, собственно, сейчас, прежде чем начать, да, разберем, что все хорошо работает, все у нас с вами отлично, и сейчас вы должны видеть мой экран, да, то есть вы перед собой видите картину YouTube, скажем так, примерно так же, поэтому в комментариях, пожалуйста, поставьте два плюсика, если меня хорошо слышно и хорошо видно. То есть два плюсика хорошо видно, слышно, один плюсик, но давайте пусть это будет только хорошо слышно. Я надеюсь, что все нормально, но тем не менее, пожалуйста, отпишитесь. Вот, и хотелось бы еще про одну особенность YouTube сказать. У нас, в самом деле, есть небольшая 30-секундная задержка, поэтому, если вдруг вы что-то написали, я не сразу ответил, не переживайте, скорее всего, я этот запрос еще просто банально, да, не увидел, он, возможно, еще не пришел. Но как раз для таких случаев у нас на помощь сегодня будет присутствовать Максим, он будет, соответственно, здесь помогать, подсказывать, он будет, в общем, нашим модератором. Поэтому, опять же, все вопросы, которые будут возникать, пожалуйста, пишите, обязательно уточняйте. Вот, ну что ж, да, большое спасибо, плюсики я вижу, так, коллеги тоже говорят, что все хорошо, отлично, в таком случае можем с вами постепенно начинать. Ну и, собственно, для тех, кто со мной не знаком, еще раз представлюсь, меня зовут Владислав, я являюсь экспертом по дистанционному обучению в онлайн-школе SkySmart, плюс также я являюсь еще и методологом по разработке программы обучения для методистов, соответственно, в SkySmart, да, и в SkySmart, то есть помогаю разрабатывать материалы, по которым в дальнейшем у нас будут работать люди. Также являюсь куратором обучения методистов тоже в SkySmart, соответственно, учу вновь прибывших, скажем так, членов нашей команды тому, как они в дальнейшем будут работать. Ну и плюс я являюсь еще и ведущим вебинаров по адаптации для действующих методистов школы, чтобы, естественно, мог собирать обратную связь, видеть, насколько хорошо, скажем так, людям зашел материал, да, что, может быть, с ним нужно поменять, чем его нужно дополнить и так далее. Вот, это что касается меня, что касается самой школы. Я думаю, что про SkyEng многие слышали, мы на рынке уже более 8 лет, изначально вообще SkyEng это школа именно английского языка, да, но, кстати, на данный момент могу сказать, что самая крупная онлайн-школа английского в России, в Восточной Европе. Потом, чуть позже, появилось подразделение SkySmart. SkySmart это уже работа непосредственно со всеми предметами, то есть, там, лузский, математика, там, химия, физика добавились, в общем, все остальные предметы. Я чуть поподробнее об этом расскажу уже ближе к концу нашей встречи. Ну и плюс еще есть также SkyTitch. SkyTitch это наш YouTube канал, пожалуйста, в чат ссылку опять же на него сбросите, пожалуйста, коллеги, кому будет интересно, можно будет зайти, соответственно, потом посмотреть. Мы туда тоже выкладываем дополнительные вебинары по разным интересным темам. Но, опять же, для того, чтобы дополнить общую картину, нас также поддерживают и издательство просвещения, и инновационный центр Сколково, и МПГУ. В общем, многие крупные, скажем так, компании с нами сотрудничают сейчас. И чтобы совсем вопросов никаких не осталось, перед собой вы сейчас видите лицензию на осуществление, опять же, образовательной деятельности. Так что я думаю, что здесь скорее общая картина для тех, кто не сильно с нами был знаком, прояснилась. Но, опять же, если вдруг вопросы какие-то есть, пожалуйста, пишите в чат, задавайте. Ну и, в принципе, я думаю, что большинство из тех, кто хотел подключиться, подключились, поэтому постепенно с вами начнем. Опять же, для тех, кто может быть подключится чуть позже, покажу, что делать. Смотрите, вы, если подключитесь чуть позже, да, вы можете не в эфире, там быть не в онлайне, скажем так. Поэтому, чтобы не отставать, нажимайте на кнопочку вот здесь в эфире внизу на YouTube и вас переведет вот в текущий онлайн формат. Поэтому, пожалуйста, обязательно, как только там подключитесь, если чуть опоздали, на нее нажимайте. Но если возвращаться к ментальным картам, то я думаю, что здесь в целом вообще каждый из нас сталкивался с тем, что информации очень много. Ее становится вот просто буквально больше с каждым днем и возникает определенная необходимость структурировать вот многочисленные потоки информации. Ну и, соответственно, школьники и студенты, они не всегда умеют это делать, потому что даже иногда конспект вызывает прям, да и не иногда, на самом деле часто вызывает прям огромное сопротивление, потому что ребята не умеют вести записи в кетраде. Они не умеют структурировать информацию, ну и, соответственно, отсюда они ленятся и вот не хотят, собственно говоря, в это дело. В нашей с вами профессиональной деятельности такая необходимость тоже возникает максимально быстро, скажем так, систематизировать информацию, то есть запись сделать определенной для последующего использования, либо там для хранения информации и так далее. И одним вот как раз из самых современных инструментов являются так называемые X-Mind-карты, да, либо опять же ментальные карты. Вот эти интеллект-карты, да, то, что я назвал тоже ментальные карты, mind-map, mind-карты, у них их много по-разному называют. Это такая древовидная схема, которая изображает некие объекты, скажем так, там, идеи, задачи, тезисы и так далее, ну и связи, само собой, между ними. Этот элемент как раз, этот инструмент, он помогает структурировать и визуализировать различную информацию, ну и само собой, также сам вот процесс именно мышления, сам процесс генерации идей. Также еще одно определение, это то, что ментальные карты, это метод организации вот идей, задач там, концепции, любой другой, соответственно, информации, то есть ментальные карты в любом случае, в общем и целом, они помогают визуально структурировать, запоминать, да, объяснять какие-то сложные вещи. Например, там, записать тезисы выступления, составить учебный план, ну и, собственно, тому подобные моменты. То есть в центре всех ментальных карт главная идея, и от нее уже будут там отходить всякие ключевые мысли, которые можно подпункты до тех пор, пока вы четко всю информацию не структурируете. Но, опять же, я непосредственно примеры в дальнейшем покажу. Так что сейчас, в общем и целом, разбираемся с теорией, скажем так. Вообще, интеллект карты. Эти их придумал британский психолог Тони Бьюзом. Он еще в конце 60-х годов, 1960-х, изучал человеческий мозг и обратил внимание на строение нейрона. Ну, это для тех, кто не знает, это греотые мозга, которые принимают, обрабатывают, ну и передают информацию другим нейронам. И, собственно говоря, от центра, от ядра нейрона отходят отростки, похожие на ветви дерева определенные. И вот Бьюзом организовал информацию по тем же принципам, и согласно его исследованию, прошу прощения, это не его исследование, это исследование было Дэвида Боули из университета Джонсона, Джонса Хопкинса. Вот, оценки учащихся, которые как раз пользуются этими самыми ментальными картами, они выше на 12%. То есть, другими словами, интеллект карта или вот ментальная карта, это отображение эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, там, решать творческие задачи. Ну и, само собой, это возможность представить и наглядно выразить свои вот внутренние процессы, там, обработки информации, вносить в них изменения, совершенствовать. То есть, в конце концов, люди начинают мыслить именно вот визуально, скажем так, за счет чего как раз информацию становится проще структурировать. Ну и вообще, для чего нужны эти самые интеллект карты? Они полезны для решения вот самых разных задач, это и мозговой штурм, там, может быть, это планирование, планирование учебного года, это составление списков презентаций, чего угодно. В обучении они, само собой, тоже очень помогают, то есть, здесь, где важно упорядочить, там, изученную информацию, паковать, там, какие-то ключевые тезисы из лекции, быстро записать интересные идеи, там, что-то себе, в общем, выделить основное, да, там, то, что иметь несколько подразделений, как раз здесь тоже X-MineCart очень будут полезны. В целом, они очень сильно помогают в учебе, да, потому что нас больше всего интересует именно эта сфера, вот, там, учеба, ну, на самом деле, работа, повседневные задачи, например, там, придумать какую-то новую идею, запустить проект, изучить, там, язык, запланировать даже отпуск себе банально, вот, из-за того, наверное, для чего чаще всего, как раз, эти X-MineCart используют. Как-то помогает придумывать идеи, то есть, в центре карты записывается нам тема, либо проблема, а по краям уже уходят здесь все идеи, которые просто придут вам в голову. В итоге получится визуальная презентация, ну, так скажем, мозгового штурма, например, там, это тема для блога, концепция нового проекта, что-нибудь еще, здесь много вариантов. Как-то помогает в учебе. С помощью ментальной карты можно разбить компетенцию на несколько навыков и составить, в принципе, учебный план. Например, если вы хотите улучшить навыки текста, то здесь нужно научиться писать и редактировать, там, лонгриды, там, статьи, заметки, посты, работать, там, с различными форматами и так далее. Для каждого навыка можно подобрать курс, книгу, там, лекцию, может быть. И если вы выбираете образовательную программу, то вы можете записать в центр нужную компетенцию и профессию уже по краям, да, по бокам, собственно говоря, подходящие варианты обучения. Как-то помогает в планировании. Например, это может помочь спланировать личный бюджет, либо там запустить определенный проект. Например, там, организовать мероприятие. То есть, да, здесь нужно поработать над программой, над продвижением, там, над технической частью, там, над командой, над площадкой и так далее. То есть, в ментальную карту также можно организовать список книг или фильмов. То есть, единственная проблема в том, что к интеллект-картам трудно привязать сроки. Поэтому тут, может быть, определенные сложности могут возникнуть, но, опять же, это не критично, скажем так. Как это помогает собирать информацию? Как я, опять же, говорил, в ментальную карту можно уместить книгу, там, лекцию, статью, вебинар, что угодно. То есть, здесь разделяется лекция на подтемы, там, на тезисы определенные. Книга, соответственно, там, на главы, на основные мысли. И можно, например, подготовить графический конспект для оклада, там, для своего выступления. И вот такой конспект проще запомнить, чем, собственно говоря, несколько стринц текста. Но я думаю, все, скорее всего, либо большая часть людей делает это именно таким образом, что мы прочитали какую-то книгу, да, либо там какой-то, может быть, фрагмент, выписали из него основные интересующие нас мысли, да, которые как раз больше всего нам подходят. Ну, и которые больше всего нам заинтересовали. Как это помогает принимать также решение? То есть, сначала здесь формулируется в центре проблема, ну, и для этого, само собой, там, анализируется ситуация, находятся причины, да, опять же, они могут быть по краям. И, собственно говоря, вы можете там дальше по краям от каждой проблемы записывать варианты решения. Но, опять же, понятно, что сейчас я это говорю, там, пусть даже руками как-то показываю все это, но, конечно, сложно, может быть, немного представить тем, кто еще ни разу с этим не встречался. Поэтому, опять же, повторюсь, я покажу, каким образом это именно наглядно выглядит, так что вся информация будет. Какие также есть вообще основные правила интеллект-карт, да, основные правила создания. Во-первых, нужно лист располагать горизонтально, чтобы вас ничего, скажем так, не ограничивало, потому что все равно, когда лист у нас вертикально лежит, ты на него смотришь, видишь, что здесь прямо узкие определенные края. Так мы устроены, скажем так, поэтому лучше класть лист горизонтально. Также всегда начинайте с центра, то есть у вас в центре должна быть основная идея, от нее уже там вся информация, да, все пункты, аспекты, они отходят. Также рисуйте ветви, опять же, повторюсь, от центра в сторону, то есть у вас не должен быть там центр где-то вверху справа, еще где-то, все идет от центра по сторонам. Также заключайте вот прям каждый ключевой блок в визуальную рамку, чтобы он у вас выделялся, чтобы вы его видели, да, чтобы он не потерялся нигде. Также желательно показывать иерархию и связь там различными, может быть, цветами, если в этом, опять же, есть необходимость. Также старайтесь выбирать сильные ключевые слова, ну, собственно говоря, для основных, да, для ключевых у нас как раз блоков. И также пишите печатными буквами, если вы на бумаге работаете, потому что, ну, нам проще воспринимать, когда мы пишем печатным все-таки, да, почему у нас красный компьютер, и на основных шрифт это печатные буквы. И вот, наконец, пример той самой mind map, да, той самой директ карты, то есть у нас здесь есть какая-то основная задача. И здесь мы расположили, кому она нужна, зачем она нужна, там уже, да, разделения свои идут, формат, здесь выбираем, какие варианты возможны, процесс, соответственно, да, как он, в принципе, выглядит на себе, визуализировали, какие элементы в него входят и для чего нам вообще это нужно. То есть здесь, соответственно, у нас вся есть основная ключевая информация, которая разбита на дополнительные еще под структуры. В итоге, если у нас там возникают какие-то вопросы, да, там, по тому, как выглядит этот процесс, очень легко на этой визуализации найти, соответственно, вот внизу в самом, да, по центру у нас есть сам процесс. Все, я могу его посмотреть, непонятно, как он организован, если у меня возникает проблема с каким-то из этапов, пожалуйста, я могу отдельно его посмотреть. Если у меня возникает проблема, для чего, и я там не знаю, как мне это реализовать, вот я разбил, что мне там нужно сделать to-do-лист, плюс так же, как вариант, сделать мозговой штурм, там записать какой-то конспект, да, найти, может быть, с, там, по лекциям, по книгам и так далее, пожалуйста, здесь есть абсолютно все варианты. Другой вариант. Вот у нас есть задачи, там, на неделю, что нам нужно сделать, там, что касается работы, развлечений, там, встреч, дел, просто каких-то общих моментов, да, то есть, там, по работе мы разбили, что нам надо позвонить клиентам, разобраться, там, может быть, с текучкой документов, нам нужно, там, перевести что-то, и для этого нужно сделать ревиссию, там, подготовиться и так далее. По развлечениям мы планировали на роликах покататься, сходить в какие-нибудь кафе, в дискотеки, там, знакомства, то есть, здесь дальше, пожалуйста, можно также ветвить, здесь очень сильно как раз помогут онлайн-ресурсы, но я про них расскажу чуть-чуть вам попозже. И встречи также здесь могут быть, встречи, опять же, у нас делятся на деловые, либо, там, например, с друзьями, у вас может быть больше вариантов, да, там, с учениками, может быть, что и так далее. И здесь тоже разбиваем, кто, когда, во сколько, можно подписать еще конкретно время и так далее. То есть, опять же, мы видим абсолютно полную визуализацию, которая нам помогает просто со всех сторон, я думаю, в этом плане вы все со мной согласитесь. Что вот здесь, даже если мы не знаем человека, но при этом видим, что ему нужно делать, ну, мы, скажем так, сами легко вместо него могли бы сделать те же самые действия, потому что вот оно все разбито. В целом, составление вот карты мыслей можно разделить на несколько этапов. Во-первых, это мозговой штурм, он направлен вообще на поиск предмета размышления, на поиск там базовой темы. Это то, что обычно располагается в центре карты как раз. Также можно здесь начать вот формировать карты мышления справа в верхнего угла, двигаться по часовой стрелке, то есть здесь, в принципе, кому как удобнее. Но, опять же, повторюсь, желательно, если вы прям составляете майнд-карту, то начинать все-таки с центра его подтверждением идти. Второй момент наполнения. То есть здесь, когда главная мысль уже сформулирована, необходимо выделить относящиеся к ним ключевые темы. Они должны иметь короткие названия и формировать саму по себе иерархию карты. Потому что если вот категория не слишком абстрактная, то к ним желательно прикрепить изображение, да, иначе могут возникнуть определенные какие-то сложности, потому что вы потом сами вот к этому же вернете через какое-то время и будете думать, так, что я имел в виду под этим словом, я не очень понимаю. Поэтому старайтесь максимально конкретизировать. То есть это, опять же, создаст ассоциации, позволит быстро распределять сам по себе идеи и так далее. Второй уровень тем, это место, где уже начинает формироваться прям идея. То есть темы второго уровня, они должны состоять буквально из одного-двух слов. Но если карта мыслей довольно простая, то есть не более трех уровней, то второй уровень, в принципе, может быть представлен предложением или заметками, пожалуйста, тоже почему нет. И третий этап, это конкретизация. То есть это уже третий, вот и последующий уровень, то что идут, это прям конкретизация идей. Здесь можно задействовать вот описательные фразы, заметки, выноски, ссылки и так далее. То есть на этом этапе можно прочеркивать прям, пожалуйста, связи между элементами карты, мыслей и так далее. Например, можно связывать различные идеи, заметки, выноски на разных уровнях. То есть так интеллект-карта, она становится более логичной. Почему не желательно это делать, например, на втором уровне, когда мы от дела отошли, да, и там, например, связывать, вот здесь вот, например, да, если вернуться тоже, мы бы стали связывать там дела, встречи, развлечения, там, работу. Вот так вот, кургом, у нас бы просто потерялась бы структура карты. Потому что так мы видим, дела у нас отдельно. Вот там, например, звонки, они могут быть там связаны со звонками клиентов, например, да, по работе. Пожалуйста, но если мы свяжем напрямую дела и работу, вот так проведем, тут возникает вопрос, собственно говоря, зачем тогда было нужно это разделение. Поэтому здесь старайтесь все это вместе не смешивать. С помощью вообще вот самих по себе майндмэпов удобно обрабатывать, структурировать, как вы поняли, информацию, полученную как раз на уроках. Это очень эффективная техника визуализации мышления, ну и, в принципе, альтернативной такой записи. Потому что карты мыслей, они активизируют ассоциативное мышление, которое позволяет увидеть важные факты, которые упущены при традиционном анализе. Потому что так ребенок, если записывает, например, какой-то конспект, он просто пишет, не думая обычно, да, вот все, я услышал, записал. А здесь, соответственно, ребенок анализирует и эти моменты записывает. Понятно, что это занимает определенное время тому, чтобы научиться этим пользоваться, но, опять же, все, так сказать, в наших руках, мы, ребят, можем этому научить. Вообще, в целом, майндмэп также, они помогают собирать все материалы по определенной теме на одной информационной панели, скажем так. То есть, мы можем все откинуть одним взглядом, увидеть общее, ну и сфоксировать, соответственно, на каких-то отдельных деталях. И также интеллект-карты их используют на разных ступенях обучения. Они помогают реконспектировать, как я говорил, сложные темы, там, анализировать литературные произведения, писать эссеевом, готовить доклады, разрабатывать проекты, много чего еще. То есть, интеллект-карты, они для обучения отлично развивают логику, стратегию, подходят для всех типов восприятия, то есть, там, и визуалы, и аудиалы, и киностетики. Потому что, опять же, да, там, что-то можно, если вдруг нужно именно пощупать, то, пожалуйста, объемным сделать, аудиалы, если это, то, пожалуйста, можно какие-то, если это, опять же, интернет-ресурсы, ссылки добавить и так далее. То есть, благодаря современным технологиям в карте мысли можно визуализировать материал, наполнить, ну, как я говорил, опять же, аудио, там, видеосодержание. Плюс все это можно двигать, да. Это прекрасный инструмент для, вот, изучения иностранного языка, опять же, например, вот, запоминание словов, терминов. Это также отличный инструмент для, вот, развития, вообще, самого по себе эмоционального интеллекта. Для тех, кто, кстати, не знает, что это такое, у нас не так давно был вебинар, пожалуйста, можно будет на главную страничку зайти. Я чуть позже покажу, где это, и потом его в дальнейшем посмотреть. Какие еще, кстати, можно выделить преимущества интеллекта карты? То есть, в целом, люди в большинстве своем мыслят ассоциациями и образами. И вот ментальные карты, опять же, да, они помогают упорядочить информацию, собрать образы в наглядную структуру. При этом изображения вызывают более точные ассоциации, чем буквы. Поэтому мы лучше как раз запоминаем информацию через картинки там какие-нибудь, через иллюстрации. Но я думаю, что, скорее всего, многие со мной согласятся. Также ментальные карты не экономит время восприятия. То есть, схему мы считаем быстрее, чем таблицу или список. А если вот ключевые пункты и ветви выделят разными цветами, то, в принципе, можно наглядно показывать зону ответственности. Но вот опять же, здесь если как пример взять, да, то мы, опять же, повторюсь, можем человека не знать, но если он нам вот скажет, что ему нужно сделать вот это, у нас понятно, что вопросы определенно возникнут. Тем не менее, мы понимаем, что нам нужно сделать. Все основные планы на неделю, вот, мы видим. Пожалуйста. Это, опять же, очень удобная вещь. Так, по вопросам, я смотрел, вроде не было. Сейчас давайте проверим еще раз. Так, да, вопросов больше пока что тоже не появилось. Хорошо. Я надеюсь, что все, потому что все очень понятно. И, собственно говоря, по этому вопросу. Окей. Как же, собственно говоря, ставить интеллект-карту при помощи чего? Они могут составляться, ну, собственно, как был пример на бумаге. И, опять же, как я и говорил, их можно составлять и желательно даже в программе, потому что это удобнее. Потому что, опять же, это позволяет использовать методику, вот, даже в момент, когда потом у вас дальнейшем нет интернета. Либо, если вы там пишите на бумаге, то, наоборот, когда у вас нет там технического оборудования, пожалуйста, вы можете на ней все это тоже использовать. Если, опять же, работаете на бумаге, то записывайте слова, повторюсь, печатными буквами. Так мозгу будет проще прочитать саму по себе схему. Ну, и, собственно, есть здесь основные шаги, опять же, да, если вспомнить, как правильно составлять карту. Во-первых, разместить лист горизонтально. Во-вторых, мы пишем главное слово, которое пишет всю схему в центре листа, чтобы нам было, опять же, проще визуально все это разделить. Затем выбираем цвет, придумываем ключевой блок и рисуем ветвь уже от главного слова. Затем записываем следующие по иерархии ключевые блоки. Ну, и продолжаем, соответственно, рисовать остальные уровни интеллект-карты. Ну, и, как итог, делаем, соответственно, карту удобнее. То есть, нам добавляем какие-то простые, может быть, иконки, небольшие картинки, стрелки там с отдельными словами и так далее. Как я, опять же, сказал, такие схемы можно рисовать на бумаге. Можно для этого пользоваться интернет-ресурсами. Ну, и понемногу я расскажу про все. Что касается Kaggle. Это среди вот наиболее прям эффективных и удобных программ для использования. Как раз вот на первом месте стоит Kaggle. Это бесплатное онлайн-приложение. Оно поддерживает совместную работу над проектами. Да, это очень удобный момент. То есть, в этой программе вы можете разрабатывать удобные, красивые ментальные карты еще и вместе с кем-то. Интерфейс здесь тоже очень простой, но в то же время он имеет здесь множество функций различных. Которые, соответственно, упрощают сам по себе процесс создания интеллект-карты. Ну, вот, максимально просто простым, в общем, его делают, насколько это возможно. Там очень большое количество функций. Там можно использовать изображения, индивидуальные цветовые схемы. Есть возможность просмотра истории документов. То есть, можно посмотреть, кто там что вносил. Да, опять же, если это класс, то там, соответственно, кто, какой вклад, скажем так, внес как раз сам по себе проект. Ну, и так далее. То есть, здесь очень удобная штука. Здесь максимально все просто. Вот пример там, например, с зонтиком. Опять же, здесь немножко нарушена структура, но, тем не менее, сама по себе схема достаточно понятна. То есть, ищем ли мы зонтик? Да. Если, соответственно, там дальше мы уходим влево, на улице дождь или нет, соответственно, если нет, на улице солнечно, да, там, то нам нужны, наоборот, солнцезащитные очки. Ну, и, соответственно, и так далее. То есть, это все идет. Пожалуйста, вы здесь свои схемы можете рисовать. Там есть готовые шаблоны. Все максимально просто, насколько это возможно. Следующая программа, она называется X-Mind. Это тоже очень популярная кросс-платформенная программа для составления вот этих карт. То есть, она работает и на Windows, и на Mac, и на Linux, и на чем угодно, да. У программы есть также несколько версий. Это бесплатная. Там, соответственно, немножко урезанный функционал. Ну, и платная. Там, само собой, функционал чуть более большой. Одним, кстати, из больших преимуществ является ее поддержка. И, в принципе, совместимость с пакетом Microsoft Office. Ну, и также очень приятным дополнением будет возможность программы работать с диаграммами Ганта. Да, кто их знает, собственно говоря. Здесь, опять же, так, сейчас, одну секунду. Вот. Это пример диаграммы Ганта. То есть, здесь, вот оно, пожалуйста, все разбито на определенные блоки. Все идет там друг за другом. Выделены основные, опять же, идеи. И, пожалуйста, если есть необходимость работать с ними, такая возможность у платформы есть. Также можно создавать что-то отдельное, скажем так, от таких серьезных диаграмм. То есть, тоже вот произвольный формат. Да, у нас есть там майн-карта, для чего она нужна. Мы там разделяем нас ссылки там с разных ресурсов. Да, какие полезные могут быть там общие моменты, зачем нам это надо. Да, то есть, там тоже ветвим все это до того момента, как все не станет максимально понятно. Как мы там разбираем области применения, рекомендации и так далее. То есть, это тоже созданы здесь. Есть другой формат. Вот такого плана. Тоже, пожалуйста. То есть, вы можете создавать здесь все таким образом, каким вам удобно. Здесь, на самом деле, функционал достаточно программы богатый. Следующий ресурс. Это программка MindNote называется. Это уже платное приложение для создания интеллект-карты. Он на Mac работает и на iPhone, на iOS платформе. Программа имеет современность, соответственно, здесь тоже минималистичный дизайн, как везде на iOS. Она очень простая в использовании. В принципе, я бы сказал, интуитивно понятная. Она поддерживает также интеграцию со всеми устройствами Apple, само собой. Хорошо работает на iPad, в том числе в мобильных версиях, опять же, само собой так далее. И плюс она еще позволяет экспортировать интеллект-карты в форматы JPEG, если нужны, PDF, TIFF, текстовый формат так далее. Для, опять же, тех, кто не знаком с программой, кто ее ни разу не видел, там есть бесплатный пробный период. Пожалуйста, можете тоже воспользоваться им. Это пример того, как создавалась MindCard в MindNote, соответственно. То есть здесь тоже немножко другое внешнее оформление, но, опять же, здесь вариантов достаточно много. Поэтому тоже делайте произвольно, так как вам это будет комфортно, так как вам это будет удобно. Также есть еще такое приложение, которое называется BubbleUS. Это бесплатное приложение, здесь нет каких-то там сверхвозможностей, можно сказать. Тут можно делать достаточно простые MindCard, опять же, экспортировать изображение, но не совсем интуитивно понятно по сравнению со всеми предыдущими. То есть там, возможно, немножко придется покопаться, я бы сказал, таким образом. Ну и здесь, собственно, вот одни из примеров. То есть у нас там есть идея, от нее идут различные ответвления. Ну и дальше уже там, соответственно, тоже развитие определенное идет. Либо вот тоже пример. Да вот таким образом можно эту платформу использовать. То есть, опять же, как здесь можно понять, все зависит исключительно от вашего креатива. Но, опять же, вот, на мой взгляд, такое вот расположение, оно чуть более корректное, да, с центром, чем вот все-таки такие моменты. Но, опять же, если это структурно, пожалуйста, кому-то, возможно, удобнее будет так. И еще одно последнее приложение, это MindMaster. Есть, опять же, платная версия с более расширенным функционалом, но и, если не особо, бесплатная версия, где функционал у нас чуть более компактный, скажем так. Там можно хранить, если это бесплатная версия, до трех MindCard в памяти, ну, в учетной записи, скажем так, да. То есть здесь есть определенные ограничения, но в целом достаточно прост и, опять же, интуитивно понятен, почему есть платная версия. Потому что, собственно говоря, программа пользуется популярностью. Но, опять же, здесь подчеркну, основной недостаток этой программы, это расширенные функции только в платной версии. Поэтому здесь, в принципе, много вариантов есть, какие тоже программы создать. Точнее, как оформить и какие MindCard, какие шаблоны выбирать. Но, соответственно, здесь, опять же, смотрите, кто, возможно, пользовался, кто знает, что это такое. И кто не решался попробовать, пожалуйста, заходите. И плюс еще от себя здесь могу добавить, есть такая доска Miro называется. Она тоже не ограничена по коллективному, скажем так, использованию. Там есть достаточно много тоже шаблонов своих готовых. Она, опять же, повторюсь, простая и бесплатная, к тому же, является. Там просто нужно зарегистрироваться. Miro она называется, поэтому, пожалуйста, можете зайти в презентацию. Мы ее не добавляли, эта вот рекомендация уже от меня идет. Мы лично пользуемся ей. В принципе, здесь основные моменты по MindCard я вам рассказал, показал. Здесь, может быть, какие-то вопросы есть. Так, давайте сейчас чат проверим. Так, нет вопросов здесь нет. Хорошо, тогда здесь может возникнуть вопрос, который обычно возникает, когда как раз даем определенные рекомендации нам, чем пользоваться, что освоить и так далее. Где мне взять на все это дело время? Потому что, опять же, сейчас еще, тем более, ребят, там, не все экзамены сдали, соответственно, где-то там необходимо все-таки помогать, материалы отправлять и так далее. Да, поэтому возможностей у нас временных не так уж много сейчас. Что мы можем с этим сделать? Я думаю, что вы, опять же, ссылку на карту мира попросили. Максим, пожалуйста, в чат ссылку отправить. Собственно говоря, для этих целей есть интерактивная тетрадь, для того, чтобы, опять же, немножко облегчить нам проверку домашних заданий, саму по себе задачу домашних заданий, ну и плюс там еще и есть тренажеры для ОГЭ и ЕГЭ, тоже очень функционально. Сейчас я все это покажу, ну и в конце предлагаю нам небольшое задание с вами сделать. Однако, как перейти вообще сюда? Нажимаем на самую первую ссылку, и, соответственно, нас переведет в интерактивную рабочую тетрадь SkySmart. Либо в чат ее тоже сейчас Максим отправит, поэтому, пожалуйста, можно будет по ссылке перейти здесь. Экран, кстати, да, мой, должно быть видно, все хорошо. Итак, собственно, вы как только зайдете на интерактивную тетрадь, если у вас личного кабинета нет, то у вас будет вверху справа кнопочка «Войти». Нажимаем на нее. Здесь, соответственно, если у нас мы не зарегистрированы, то вверху справа там же есть кнопка «Зарегистрироваться». Все данные вводим. И заходим в свой личный кабинет. Он будет выглядеть вот таким образом. То есть здесь мы видим все, в принципе, задания, которые мы до этого задавали. Мы можем посмотреть по журналу оценки наших ребят, какие там сейчас проходят мероприятия и вебинары. Сейчас я все это расскажу, покажу. Но я думаю, больше всего красный с интересует материал по подготовке к экзаменам. Потому что, наверное, это сейчас еще для некоторых очень актуальный вопрос. Вверху справа есть кнопка «Создать задание». Мы нажимаем на нее, и здесь есть несколько вариантов материалов, которые мы можем выбрать. Это может быть как школьная программа. Ну вот, например, давайте тоже для примера покажу. Математика, там 7 класс я сейчас выберу. Нас все-таки интересует подготовка к экзаменам. Ну давайте вот биологию, допустим, я хочу выбрать. Либо давайте опять же математику, наверное, по ней будет больше всего понятно. Нажимаем на нее. Здесь, опять же, есть варианты учебников, есть варианты тренажеров, которые нам нужны. Например, допустим, я хочу тренажер по ЕГЭ, по профильному уровню, по математике. Я на нее нажимаю, здесь загорелась такая галочка, значит, я учебник выиграл. И я нажимаю внизу на активированную кнопку «Выбрать упражнение». То есть вот я на нее нажал. Все, я вижу здесь слева, в принципе, все темы, которые у меня присутствуют. Я могу всех развернуть, ну и здесь, соответственно, посмотреть. Тут у меня примеры простейших текстовых задач. Вариантов здесь 21. Но это именно вариант форматов. То есть здесь вот один формат задачи. Здесь эта задача там на проценты, да, какая-то идет. Ой, так, случайно закрыл. Так, сейчас одну секунду вернемся. Вот здесь, соответственно, там дальше будут идти другие моменты задачи. То есть если нам нужно, чтобы ребята умели прорешивать просто абсолютно все, что так. А можно, пожалуйста, мы можем хоть нажать на кнопку «Выбрать все», и тогда каждой задач будет по одному варианту. Плюс также снизу у нас для удобства. Здесь написано, сколько я упражнений по итогу задам, и насколько по времени у ребят это займет, да, опять же. В данном случае вот у меня получается 33 упражнения на 1 час 44 минуты примерно. Это, да, у ребят займет. Но при этом они все варианты задач, которые в первой части будут текстовые, они все их прорешают, то есть все принципы поймут. Здесь нажимаем, мы дальше после того, как выбирали все, что нас интересует, мы можем, пожалуйста, там и другие темы задать. То есть таким образом мы можем, пожалуйста, хоть весь вариант ЕГЭ ребятам отправить на тренировку, да, со всеми возможными вариантами, почему нет. В данном случае, видите, да, я все это выбирал, уже 57 упражнений на 3 часа с лишним. После того, как я выбрал все задания, которые мне нужны, нажимаем на кнопку «Далее». Так, и я случайно нажал на нее очень-очень много раз. Так, прошу прощения, на мышке был двойной клик, поэтому он автоматически все это сгенерировал. Так, нажимаем на кнопку «Далее». Здесь у меня появляются варианты указать дату, когда мне это задание нужно закончить. Например, пусть будет до 27 июня, либо до 26, до 25, хоть завтра, пожалуйста. Можете это ограничение вообще не выставлять, как вам нужно. Вы можете также ограничить время на выполнение задания. Но опять же, здесь, вот тут написано, сколько по времени упражнения займутся. Соответственно, плюс-минус на это время и ориентируйтесь. То есть, здесь написано 56 минут, но там я укажу 60. Это вполне должно хватить. Либо, если, например, вы хотите, чтобы ребятам умели первую часть заданий прорешивать, там всю первую часть, я имею в виду, прорешивать, например, за час, пожалуйста, можете все задания по одному выбрать. Вот вы выставите ограничение 60 минут. Пусть они потихоньку тренируются, опять же, к формату экзамен. И можно здесь обозначить, не показывать правильные ответы ученикам. Это я сейчас тоже покажу, каким образом будет работать. То есть, здесь можно еще нажать на кнопку редактировать и задание переименовать. Например, будет подготовка ЕГЭ, 11А класс, к примеру. Таким вот образом. Все, это задание 23 июня. Вот я сохраняю, соответственно, потом мне нужно будет найти, я это увижу. Я нажимаю на кнопку создать задание, и вот у меня это задание подготовка к ЕГЭ. Это задание, которое я до этого, да, случайно создал, мне, но не нужно. Я нажимаю на кнопку ударить задание, подтвердить. Все, этого задания больше нет. Ну и, соответственно, там ранее задан, и они тоже у меня вот все здесь присутствуют. Здесь по итогу я вижу, какой ресурс, соответственно, сколько упражнений я задал, какое время на решение, какой срок сдачи, если, опять же, ограничение есть, и правильные ответы видны они или нет. Что за правильный ответ, собственно говоря, когда и как они показываются? Смотрите, допустим, вот ученик там решает у меня задачу. Да, вот я ее сейчас делаю, у меня здесь справа загорается вот такой вот столбик, да, потихоньку он начинает заполняться красным цветом. Если я здесь 6 раз ошибусь, то у меня, соответственно, здесь он полностью станет красным, и все зеленым он уже не будет. Если ученик воспользовался, например, вот таким ключиком он появляется после трех неправильных ответов, то он увидит, соответственно, какой по итогу здесь был правильный ответ, но при этом сама по себе вот этот красный поле, он заполнится, ну, точнее, сам столбик вам полностью заполнится красным цветом. Я потом, когда задание буду проверять, могу посмотреть, какие ответы вообще ребенок до этого прописал. Может быть, он там 18 запятая написал, и это было неправильно, да, ну, потому что лишний знак, понятный, платформа воспринял, но вообще это не ошибка. Вот, то есть, пожалуйста, здесь можно обозначать, чтобы ребенок видел вот таким зеленым цветом, чтобы загорался правильный ответ, или нет, то есть видит он, что он правильно решил, либо не видит. Но, опять же, я бы не рекомендовал, когда ребята готовятся к экзамену, ставить эту галочку, потому что тогда платформа будет принимать вообще любой ответ. То есть я бы здесь мог и 6 написать, платформа бы его приняла, и 9, то есть значения не имеет. Во время подготовки экзаменов лучше эту галочку не ставить. Но, опять же, это элемент автоматической проверки домашних заданий, а на платформе, я имею в виду, будет эти задания проверять, независимо от того, ставили ли вы вот эту галочку здесь или нет. Как это работает? Вот у нас, допустим, здесь я задавал задание, это для Иванченко оно было. Здесь у меня это делали задание с трех классов. 9-й клип, 11-й, ой, и 11-й клип тоже. Я могу видеть, как все результаты общие, да, что четверо начали делать, четверо закончили, средний балл здесь по итогу 47 баллов из 100. Я могу, как по каждому класту, зрить, кто делал, соответственно, сколько баллов набрал. И более того, я могу подробно рассмотреть, то есть нажимаем на кнопку «подробнее», я здесь увижу, что ребенок мне как сделал. Здесь, например, я могу навести, увидеть, что изначально он неправильно это слово собрал. Здесь у меня подсвечивается, соответственно, правильный вариант, потому что я учитель, да, у меня смысл скрывать правильный ответ здесь нет. Вот у меня тут есть и вся история, и я могу все эти задания вот посмотреть, То есть платформа мне подсказывает, где правильно ученик сделает, где ребенок сделает, соответственно, неправильно. Пожалуйста, весь этот функционал тоже у нас есть, за него отдельно доплачивать никак не надо, согласитесь. Опять же, ребята, кто будет сейчас готовиться к экзаменам, ну, в ближайшем, да, который будет, вы можете проверить, насколько хорошо, собственно говоря, они, скорее всего, с ними справятся, либо там не очень хорошо. И я предлагаю как раз такое задание вот сейчас вам создать и им отправить. То есть вы создаете задание по принципу, как я вам показал, да, то есть мы нажимаем кнопку создать задание, выбираем нужный предмет, там выбираем необходимые материалы и, соответственно, формируем задание. После этого нажимаем здесь на кнопочку скопировать, вот на эту, да, у нас уведомление появилось, ничего скопировано. Открываем дальше любой мессенджер, какой вам удобно, я вот пользуюсь WhatsApp, вы можете хоть в Telegram, хоть в Kontakt, хоть в почту электронную, куда угодно скинуть, и ребятам таким образом отправляете. Все, Ctrl-Y пишем, там, ребята, это, там, например, это, как заменится, он на ЕГЭ, там, тестовый вариант, пожалуйста, там попробуйте, да, его сделать. Все, отправляем в чат, и, соответственно, ребята у нас это задание будут там делать, вы, соответственно, у себя видите все ответы. Ученик, когда заходит, ему автоматически платформа предложит зарегистрироваться, да, он автоматически его перебросит на нужное задание, все, ребенок его прорешает, вы ответы будете видеть здесь у себя в личном кабинете. Вот, плюс, кстати, у ребят в личном кабинете там есть достаточно большое количество возможностей, тоже для младших классов покажу, сейчас, может быть, вопросы есть. Работаем с такими картами, делаем их от руки, интересно, что есть помощники в интернете. А, ну, очень рада, что по этому поводу вы, соответственно, пользуетесь такими ресурсами, пожалуйста, используйте. Карта глагол понравилась. Что ж, отлично, мы рады, что это еще и полезно было, те примеры, которые мы приводили. Так, выбор учебников на сайте очень удачный. Так, по точке в конце, я надеюсь, что это просто знак припинания, а не 40, что называется. Если там есть у вас свои предложения по учебникам, пожалуйста, у меня здесь кнопка, там, не нашли свой учебник, можете дописать, какой вам бы хотелось видеть. Вот, ну, спасибо за обратную связь. Что касается, опять же, личного кабинета ученика, перейдем, то есть здесь я захожу, сейчас как ученик, и здесь я вижу у меня, в принципе, какие задания от учителя у меня актуальны, сейчас нужно решить, какие были решены, сколько баллов я по ним набрал. Я могу самостоятельно потренироваться по любому ресурсу, да, тоже там выбрать себе любые задания, какие я сам хочу, не обязательно согласовывать с учителем. Здесь будет видно, какие задания у меня в процессе, какие я решил, опять же, на какой балл я все это сделал. Ну, и плюс здесь есть вне школьная, скажем так, активность, да, то есть там, что делать, если ты стал жертвой буллинга, например, да, здесь есть видеоматериалы определенные, там, можно карточки всякие просматривать. И так далее, то есть ребята могут, пожалуйста, заходить, тоже смотреть, знакомиться с этими моментами, то есть где в школе, собственно говоря, что они не проходят. Вот, также здесь есть всякие различные у нас конкурсы проходят, да, тоже ребята, пожалуйста, могут в них совершенно бесплатно участвовать. И есть еще помощник, это ресурс, который будет помогать ребятам, соответственно, прорешивать их задания. То есть, допустим, я как ученик не знаю, как мне решать задание, ну, давайте выберем какой-нибудь предмет, вот пусть будет английский, ну, пока еще не все мы добавили, но, допустим, вот, там, вот этот выберем по биболитовой. Там, я не знаю, как делать вот это задание, соответственно, здесь я могу подсмотреть ответы, что здесь, зачем идет, да, там, какие вопросы и так далее. То есть, здесь вся информация, это есть, особенно это актуально по математике может быть использовано, когда ребята не знают, как прорешивать какие-то определенные задания, да, то есть здесь вся информация, опять же, есть по тому, как это все решалось, ну, и, соответственно, по английскому, по всем остальным учебникам точно так же это работает. То есть, пожалуйста, если вы материал генерируете через платформу, соответственно, там задания не как учебники идут, можно им отправлять это для тренировки, если они, опять же, не знают, как решать задание из учебника. Таким образом, это работает тоже, на мой взгляд, очень удобная штука. Пожалуйста, кто еще не пользовался ни разу, и ваш учебник в списке есть, пожалуйста, соответственно, пользуйтесь. Если вдруг учебник вам хочется, чтобы туда добавили, тоже есть кнопка «Не нашли нужный учебник», пожалуйста, можно его туда попросить добавить. Так, спасибо за очень удобный сервис. Пожалуйста, Мария, пользуйтесь. Так, ну что ж, в принципе, я основные вам моменты рассказал. Вроде все показал, у нас с вами сегодня такой достаточно легкий, скажем так, вебинар по основным полезным нововведениям на будущее, которые есть, опять же, по ресурсу тоже. Здесь, пожалуйста, можете продолжать пользоваться тетрадище с ребятами, например, потренироваться, помочь перед подготовкой к экзаменам. Ну и, в принципе, вопросов на данный момент я больше у вас не вижу. Опять же, я надеюсь, что это потому, что вам все понравилось, мы все понятно объяснили, потому что у нас это новый, собственно говоря, вебинар. Поэтому, пожалуйста, оставьте вашу обратную связь. Максим сейчас в чат тоже отправит ссылку, которую можно заполнить. Ну и, само собой, ставьте большие пальцы вверх, если вам все понравилось. Что ж, надеюсь, до новых встреч. Всем желаю сегодня хорошего дня. Скорых, да, уже хороших выходных. Ну и еще раз всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok